И чтим святую память Твою, Нас помолишь и за нас, Креста Бога нашего. Уже второй год в Осиновой роще, на самой высокой точке у креста, на месте когда-то стоявшего храма святителя Василия Великого, собирается один из самых крепких приходов Петербурга, проверенный ветрами, комарами, дождями и морозами. Собственно, церкви остается только обрастись стенами. Ее сердце бьется уже давно, радостно, уверенно и настойчиво. В качестве пристанища прихожане во главе с любимым батюшкой-настоятелем недавно облюбовали бывшую трансформаторную будку, которая трансформировалась во временный храм. Здесь Господь тоже указал нам еще одно место неподалеку. Сейчас мы можем здесь уже собираться. Посмотрите, совсем недавно кто-то, вы его участвовали, летом мы здесь выгребали мусор, а здесь вообще было завалено, когда мы пришли сюда, было под потолок, завалено мусором. Здесь автомастерская, они закидали запчастями своими. Осиновцы охотно взялись за дело. Я сам доктор, врач, оперирующий, лор-хирург. И решил помогать батюшке. Теперь являюсь самым главным помощником. Вот почему у нее помощница здесь. Она все помнит, как тут все начиналось. Здесь были развалины, а теперь, вот видите, уже мы стараемся и с Божьей помощью, а самое главное, с батюшкиной помощью, мы сделаем настоящий храм. История с возрождением церкви Васиновой Рощи началась чудесным образом несколько лет назад. Мой муж был тяжело болен. Лежал в реанимации с человеком, жена которого, как бы, писательница, она исследователь окрестностей Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И она, в общем, обмолвилась, приходя к своему мужу. Да, у вас в Васиновой Рощи был храм, домовая церковь. И все. И, в общем, выйдя из больницы, вот, с Божьей помощью, вот, как сказал батюшка, вот ангелы, как бы, в общем, этот человек, то есть мой муж Владимир, будучи тяжело больным, плохо-плохо передвигающийся, в общем, мы стали с ним, я его поддерживаю, искать, где же мог быть в парке этот храм. Никаких подсказок, никаких признаков когда-то стоявшего храма. И вот оно. По Божьему благословению, группа добровольцев из молодежи на указанном Владимиром Славьевом месте обнаруживает фундамент. Храм хотел быть найденным. Однако, не каждый возьмется за такое трудное и дорогое дело, как возрождение церкви. Поэтому появление батюшки Анатолия Першина воистину праздник для прихожан, которые сейчас, вдохновленные и с нетерпением, ждут первой литургии. О, я всех приглашаю на первую литургию. Олега в первую очередь. Спасибо за то, что вы пришли. Это очень рад. Где двое или трое, там я посреди них, так сказал Господь. Значит, мы все можем. И главное, нам не забывать, что мы вместе молитвами все можем. Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще воистину можно назвать чудом. Как и то, что несмотря на мороз, здесь так тепло от молитв, что даже не хочется уходить.